Музыка 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 Hello, today I'd like to pay attention to such a lexical issue as a comparison between two words, make and do. Итак, сегодня хотелось бы рассмотреть различия между двумя глаголами make и do. Они очень часто вызывают трудности и замешательства у изучающих язык, потому что и один, и второй переводится как делать, так как же разобраться. Где и когда какой глагол нам нужно использовать. Начнем с значений этих слов. Make мы используем тогда, когда хотим сказать о каком-то результате, то есть мы что-то берем руками, делаем это и получаем материальный результат. Это make. Do используется для нематериальных результатов, то есть мы что-то делаем, описываем какое-то абстрактное действие. Это do. Посмотрим более четко на примеры. Итак, make. Когда мы что-то создаем. Make bed. Заправляем кровать. Make a mess. Наводим беспорядок. Make a meal. Готовим блюдо. Как вы видите, make не переводится в своем прямом значении в данных ситуациях, потому что мы подстраиваем под русский язык перевод. Но тем не менее, мы все это делаем нашими собственными руками и в итоге получаем какой-то либо результат. Также существует большое количество исключений, которые нужно просто запомнить. Запомнить то, что определенные слова используются за глаголом make. Как к нему относятся? Make plans. Строить планы. Make mistakes. Делать ошибки. Make an exception. Делать исключение. Make noise. Шуметь. И make money. Зарабатывать деньги. Итак, с глаголом make мы разобрались. Еще раз повторю. Это предмет, который мы создаем своими руками. Make мы используем именно в этих случаях. Итак, глагол do. Здесь сюда мы относим действия. Do the ironing. Гладить. Do the washing pump. Стирать. Do the laundry. Также стирать. Также мы используем глагол do, если у нас в последующем слое есть слово work или job. For example, do your homework, do your housework, do your job. И также с глаголом do существуют некоторые исключения, которые нужно запомнить. Это do badly, поступать плохо. Do good, поступать хорошо. Do harm, причинять вред. And do a favor, оказывать услугу. Итак, глагол do используется, когда мы говорим о каком-то действии, о каком-то абстрактном происшествии. А глагол make мы используем, когда нам нужно сказать, что мы что-то сделали и получили материальных результатов. Это и есть различие между этими глаголами. Thank you. See you soon. Субтитры создавал DimaTorzok